Тверской микрорайон Южный давно известен своими проблемами с водоснабжением. То напор плохой, то из крана течет что-то ржавое и мутное. Теперь таких случаев должно быть стать намного меньше. В четверг в одном из дворов по бульвару Гусева официально был открыт один любопытный объект. Его осмотрел и наш коллега Роман Быков. Это не автомобильный гараж, который удлинили для хранения там лимузина. Это станция водоподготовки. Начатую много лет назад городскими власями, ее не так давно передали Тверь-Водоканалу, который завершил долгострой, оснастил самым современным оборудованием и вуаля! Перед вами объект, где воду не только очищают, но перед этим еще и добывают из вырыта рядом скважины. Южный получал воду и без нее. Просто поставка ее сюда была связана с дополнительными сложностями и затратами. Учитывая, что все сооружения по добыче и подготовке воды находятся у нас на северо-западе, поэтому эта скважина позволит их уменьшить. В сутки здесь добывается полторы тысячи кубометров воды. Перед тем, как отправиться к потребителям, она проходит несколько этапов очистки. Ведь даже артезианская не соответствует всем нормам СанПИН. Станция водоочистки работает довольно просто. Вот пройдет в группу, вода поступает со сглами, вот написано, что это исходная вода. В этих баках проходит обезжелезивание. По ключу вода разделяется на две равные части. В тех баках популируется одна часть состоит вот там, другая вода проходит полную дистилляцию, то есть очищается от солей. Далее, это самая дистиллярованная вода, которую, естественно, нельзя пить. Она снова смешивается с тон второй половине, проходит диплоклорирование, одну ночь все-таки дистиллярованную воду, и после этого она уже идет непосредственно в журные дома. Таким образом Южный получает намного более чистую воду. В принципе, если прямо поставить здесь кружку, вот эту воду, которая идет, из этой станции будут даже пить в Париже или Риме. Это не единственный объект такого рода, который открывается в Южном. В ближайшие два года в микрорайоне введут в эксплуатацию еще несколько аналогичных точек. Причем в них будет не по одной скважине. Однако наиболее ответственным моментом станет достройка станции регулирования на улице Королева. Данная станция регулирования позволит аккумулировать порядка 6 тысяч кубов в сутки воды. И таким образом Южный перестанет зависеть от колебаний и порывов, и разоборов в центральном завозском районе города Твери. То есть даже при аварии на городских водозаборах отключение будет более коротким, благодаря использованию резервов, созданных на станции регулирования. Правда, жителям микрорайона не стоит думать, что вот прямо сейчас из крановых домах польется кристально чистая вода. Ведь проблему ржавых трубопроводов в самих многоэтажках никто не отменял.